Рыбы-попугаи Здравствуйте! Сегодня мы расскажем вам о рыбах-попугаях. Рыбы-попугаи живут в тропических областях Атлантического, Индийского и Тихого океанов. На коралловых рифах, везде, где находятся места для нереста и достаточное количество пищи. Рыбы-попугаи живут в тропических морях и питаются рифообразующими кораллами. Сильными челюстями они могут откусывать и перетирать кораллы на своих глоточных зубах. Рыбы-попугаи днем держатся косяками. Они вместе отправляются за пищей на коралловый риф. На ночь каждая рыба прячется в собственное убежище, окружая себя для большей безопасности специальным коконом. Когда рифы затапливает вода, рыбы-попугаи пасутся на кораллах, как коровы на лугу. Каждый косяк насчитывает 40 и более особей. Ярко окрашенные самцы выделяются среди самок, которые меньше размером и не такие яркие по окраске. Рыбы-попугаи плавают не спеша, загребая маленькими грудными плавниками. Когда поблизости появляется хищный морской окунь или акула, всмахнув хвостом, рыбы бросаются в рассыпную. Некоторые рыбы-попугаи во время сна защищаются от врагов удивительным способом. После дневной кормежки каждая рыба прячется в своем убежище, например, в трещине рифа, и выделяет специальную слизь, образуя вокруг себя желеобразную оболочку, имеющую только два небольших отверстия, которые служат для дыхания. Чтобы приготовить такой кокон, требуется около получаса. Столько же времени рыба затрачивает на выход из него. Это вещество чаще всего прозрачно, как стекло, и заметно только благодаря прилипшим сверху частицам растений и песчинкам. До сих пор до конца неизвестно, для чего эта оболочка нужна. Предполагают, что она не пропускает запах, поэтому во время сна рыба защищена от хищников, например, мурен, охотящихся ночью и находящих добычу по запаху. Рыбы-попугаи обязаны своим названием челюстям и зубам, которые по форме и способу использования напоминают клюв попугая. Они являются идеальным орудием для соскабливания водорослей с кораллов. Основная пища этих рыб – полипы, моллюски и другие донные животные, а также водоросли. Рыбы-попугаи, поедая водоросли, растущие на рифе, плавают с опущенной вниз головой. Их челюсти постоянно двигаются и с каждым глотком захватывают новую порцию водорослей. При осмотре рифов можно увидеть поврежденные колонии полипов и кучки измельченного скелета кораллов, прошедшего через пищеварительный тракт этих рыб. Очень часто рыбы-попугаи откусывают целые куски живых кораллов. Эти рыбы иногда держатся поодиночке, каждая на своем участке. У некоторых есть свои убежища в виде подводных пещер. Рыбы-попугаи, как правило, обладают очень яркой окраской, причем многие из них по мере роста проходят 2-3 фазы, различающиеся по цвету и рисунку. Мальки одноцветны и имеют полосы и пятна или крапины на теле. У неполовозрелых особей преобладают красные, коричневые и пурпурные тона, а у взрослых чаще синие, зеленые, оранжевые и желтые. У крупных самцов на лбу появляется горбовидный вырост, их окрас чаще всего бывает сине-зеленого цвета. Различия в окраске позволили описать около 350 видов рыб-попугаев, но после выяснения закономерностей смены цвета и рисунка, эта цифра уменьшилась в 4,5 раза. Во время нереста икра многих самок оплодотворяется всего несколькими самцами, потом ее уносят в море. Развитие происходит в течение суток, и из икринок вылупливаются мальки, которые сначала питаются только планктоном. Морские течения переносят мальков вглубь лагуны, где они растут в относительной безопасности. Рыбы-попугаи во время принятия пищи издают громкие звуки, напоминающие звуки скребка, которые могут услышать ныряльщики. Свои ночные убежища рыбы-попугаи отыскивают по солнцу, в пасмурную погоду они хуже ориентируются. Косяк рыб-попугаев, кормящихся на рифе, поднимает мутное облако из размолотых фрагментов рифа. Места, где часто пасутся рыбы-попугаи, можно узнать по измельченным кусочкам кораллов. Так образуется белый коралловый песок. Рыбы-попугаи зависят от коралловых рифов, хотя непосредственно им ничто не угрожает. Их будущее неопределенно в связи с разрушением этих биотопов. Спасибо за просмотр! Подписывайтесь на наш канал, оценивайте ролик и оставляйте к нему комментарии. Впереди еще много интересного!